Второй сезон оказался дороже, но, естественно, никто не хотел делать его дороже. Так получилось. Так получилось, потому что история потянула... Была написана история, которая оказалась более сложной, чем в первом сезоне, и, соответственно, это потребовало больших финансов для ее реализации. Поэтому, действительно, второй сезон получился по деньгам не самому страшно, когда узнаю об этом, беспрецедентно дорогим, как для Украины. Сидите зрителей, не называя конкретную цифру, и правильно. Нюхай, это же один из тех проектов, который стал очень популярным и за межами СНГ. Кто еще зацекавился идеей, кто еще купил, кто еще планирует купить? Так получилось, что, кроме того, что сам сериал купили на порядка 40 территорий, он будет показан первый сезон. Сейчас идут разговоры про продажу второго сезона. Помимо этого, формат впервые купили, как идею купили французы. Они будут снимать свой французский сериал Нюхач. Мне вот интересно, кто сыграет самого Нюхача. И вот совсем недавно был подписан контракт с Японией. Будет еще японский Нюхач. Тоже очень интересно посмотреть. Что такое формат? Я видел просто японские фильмы. Ладно. Актерам, которые снимаются в вашем сериале, постоянно приходится, скажем так, себя преодолевать. Осваивать новое, исполнять трюки. Скажите, вот насколько опасным это было во время съемок второго сезона? Актерам вы за ними следите? Им опасность хоть не угрожает? А то, мне иногда кажется, по грани ходят. У нас замечательные каскадеры. Петя и Руслан, привет. С которыми я себя лично чувствую. Совершенно спокойно. Я спокоен за артистов. Потому что, ну, у них выверен... Если я вас на секунду перебью, как раз есть видео из съемок. Ну, да. Здесь мы видим как раз... Это не человек, который случайно упал. Это все хорошо, живой. Он нарочно упал. Он просил повышения зарплаты. Вот вы видите, сейчас будет вот кадр. Параллельно это каскадеры. Они полностью повторяют все трюки. Артисты повторяют за ними. А также они, ну, вот все падения, взрывы. Это все делают каскадеры. Все это достаточно... Ну, это очень безопасно, на самом деле. То есть ребята, как сказал наш оператор, они реально мирового уровня. Наши каскадеры. Насправді у вас с этого разу появилась такая абсолютно интернациональная команда. Расскажите про нее больше. Знаешь, у вас и новый оператор. Да. Как раз на втором сезоне. Да. Так получилось, что продюсер Виктор Мирский захотел, чтобы был британский оператор. Сначала это было воспринято в шутку. Да. Ну, то есть... А потом оказалось, что это не шутка. И как-то начались переговоры. Мы буквально поговорили с Грэмом 2 минуты по скайпу. И я почувствовал, что мы сработаемся. И потом он, когда мне рассказывал, он тоже сам говорит. Так странно. Мы 2 минуты пообщались и поняли, что все получится. Вот. Было интересно. Еще у нас был польский художник, который многое снимает в Украине. Он снимает рекламу. Он хорошо говорит по-русски, но путает некоторые слова. Из-за этого часто были, значит... В польском языке, например, стул – это стол. И когда говорят, несите стул, он говорит, какой стул? Здесь не написано никакого стула. Здесь мы все же это проговаривали. Он говорит, Питер, успокойся, стул. А, да. Он все время, значит, у него стул – стол – это его больное место. У меня есть вопрос, который вам, наверное, уже тысячу раз задавали. Но учитывая, что я ответа не знаю, я все равно спрошу. Почему у него хотя нет имени в сериале? Это задумка такая или забыли? Забыли – хороший ответ. Мне нравится этот вариант. Но вы их запоминете. Да, да, да. Мы просто забыли. На самом деле, когда мы только писали еще с Андреем Бабиком, моим сценаристом. Привет, Андрей. Первый сезон. Мы думали, как же назвать нюхача. То есть, с одной стороны, его нельзя назвать просто там – Вася, Сережа. Сережа, иди сюда, понюхай, Сережа. Ну, как-то оно вот… Не клеит, оно не идет. Да, да. Имя должно было быть необычным. Но тоже там Карл, да, вот тоже это было бы смешно. Карл там или… Ну, смешно, но доречно. Мы перебрали все имена. Мы искали древнееврейские, еще какие-то имена. И все было… Все, в общем, не легло. И тогда мы решили попробовать написать, когда мы писали пилотную серию, попробовать обойти этот момент, не называть героя и отложить вопрос на потом. Вот. Мы написали серию, у нас получилось. Все понятно, что вот он, да. Все понимают, что это он, но мы как-то обошлись без имени, без конкретики. И… Второй сезон уже обходится. Да, да. И мы поняли, что второй сезон мы тоже можем обойтись без имени. Да, да. До речи, вот так что трошечки приоткрыти завису для глядачей, которые вот уже полюбили нюхача. Что там будет нового в другом сезоне? Можливо, какие-то новые спецэффекты, про него уже також трошки говорили. Можливо, какие-то новые акторы. Ну, какая-то фишка должна быть новая? Да, должна быть фишка, конечно. Каждый раз нужно зрителя удивлять. Я думаю, что у нас это получилось. Надеюсь, по крайней мере, посмотрим на реакцию, посмотрим на рейтинги. Зритель ожидает более сложная история. Так. Она стала гораздо сложнее. Помимо расследований в каждой серии, есть еще определенная линия, которая идет через все серии. И не хочу, нужно будет разгадать очень сложную загадку. Причем он будет поставлен на грань, как бы. То есть вот мы решили героя в этот раз поставить, проверить, насколько он вообще способен существовать, если его... Порается, Чинов порается. Вот, поэтому посмотрим. Вот. Вот. Упни. Ко ​​ think... Продолжение следует...